Рекордные 23 нокаута подряд в среднем весе Наибольшее количество защит титула в среднем весе 8 лет в статусе чемпиона Геннадий Геннадьевич Головкин вписал свое имя в историю бокса и в особенности среднего веса Владея чемпионскими поясами долгие годы, он не просто защищал их, он не оставлял шансов лежащим претендентам Сейчас почти 40-летний Головкин остается лидером дивизиона и продолжает бросать вызовы новой элите бокса Идеальный момент, чтобы вспомнить его спортивный путь Геннадий родился в Караганде, в семье отца Шахтера и матери Лаборантки В бокс мальчика привели старшие братья Вадим и Сергей Они любили устраивать ему стычки Находили ребят постарше и предлагали подраться В 90-х братьев не стало Оба погибли во время службы в армии Но Головкин не оставил бокс Он фанател от кулачного искусства По записям боев изучал технику Рея Леонардо, Хаглера и Тайсона Разбирал с тренером поединки Костя Дю Боксом занимался и его близнец Максим Поначалу он считался перспективнее, даже выиграл юношеский чемпионат Казахстана Но из-за травмы проблем со здоровьем дальше карьера Максима не пошла Геннадия ждал большой успех уже в 18 лет Тогда он выиграл чемпионат мира по юниорам В 2003-м Головкин поехал на первый взрослый чемпионат мира В четвертьфинале он дрался против будущего чемпиона в профи Лучиана Буте Румын работал агрессивно и поймал Геннадия апперкотом Тому отсчитали нокдаун Буте пытался развить успех, заставляя соперника отступать Головкин встречал Затем перехватил инициативу и поймал соперника точным кроссом В финале его ждал чемпион Европы Олег Машкин Украинец работал на контратаках Но Головкин слишком быстро сокращал дистанцию И бил заметно тяжелее Из-за рассечения у Машкина судья остановил бой А казах стал чемпионом мира в среднем весе Через год Головкин выступил на Олимпиаде 2004 года в Афинах Он уверенно выиграл два боя по очкам И в полуфинале встретился с Андре Диреллом Американец держал дистанцию и ловил на сближении Головкину было непросто справиться с его скоростью Но постоянный напор принес плоды Геннадий вышел в финал Дирелл тоже станет чемпионом в профи И первым победит Артура Абрахама Соперником 22-летнего Головкина по финалу Стал опытный дагестанец из России Гайдарбек Гайдарбеков Серебряный медалист Олимпиады в Сиднее Поначалу Triple G боксировал собранно И прилично оторвался по очкам Но со следующего раунда Геннадий стал бросаться на соперника Пропуская удар за ударом В таком вязком бою он не смог донести свои лучшие атаки И уступил в перестрелке 28-летний Гайдарбеков после Олимпиады завершил карьеру Головкин остался на любительском ринге И через год участвовал в командном Кубке мира Он выиграл все три боя Закатив в полуфинале рубку с кубинцем Но в финал сборная Казахстана не вышла А на следующем чемпионате мира Головкин проиграл уже в одной восьмой Он ушел на печальной ноте Но заработал феноменальный рекорд 345 к 5 Профессиональная карьера 24-летнего Головкина Началась в Германии в мае 2006 Он спокойно разобрался с Габором Балогом за полторы минуты После этого Казах начал собирать досрочные победы одну за другой От удара в Головкина соперники быстро покрывались гематомами И прилипали к канатам В конечном счете он либо ронял их Либо заставлял сдаться Набив за один год 8 досрочных побед В девятом появлении на профессиональном ринге Геннадий встретил достойного соперника Французский алжирец Мехди Буадло С рекордом 11 к 1 Стойко терпел пропущенные И пытался отвечать Он неплохо смотрелся в перестрелке джебами И заряжал правую Но все же оказался беззащитен перед ударами Головкина Трипл джин наказывал его за ошибки Обходил блок и добыл первую победу решением Следующий бой Геннадий выиграл в первом раунде И продолжил побеждать на рингах Германии Но в итоге проведя 18 боев за 3 года Он осознал, что немецкие промоутеры не заинтересованы в его успехе Они продвигали собственного чемпиона Феликса Штурма, а казах не мог получить титульный бой Стоило разорвать контракт И WBA тут же предложили Головкину бой за временный пояс Геннадий поехал в Панаму И нокаутировал Милтона Нунеса за 58 секунд К этой встрече он готовился с Абелем Санчесом Известным мексиканским тренером Который станет партнером боксера на следующие 9 лет Головкин обрел звание регулярного чемпиона WBA При главном чемпионе среднего дивизиона Феликсе Штурме Но хитрый герман обоснеец не хотел драться с Геннадием А титульная организация шла у него на поводу Triple G подписал контракт с промоушеном Ка-2 братьев Кличко И защищал пояс от Мельсона Тапи и у себя на родине Более высокий колумбиец старался держать Головкина на дистанции Но Геннадий свободно доносил коронную правую Легко сближался, хотя и порой немного спешил Четко делает свою работу Тапи иногда успевал за его движениями Но точный удар в корпус стал началом конца Немножко потрясший панамца, уже его же оружием панамца ответил Геннадий Головкин Если Геннадий выбрал работу корпусом и разыгрывает доверного Геннадий все-таки пытается соперника перерубить И вот мы видим сейчас на конвасе ринга панамец И опять, опять крюк великолепный Завоеван первый титул для Геннадия чемпиона мира тогда Доведя свой рекорд до 20 побед, Головкин снова отправился в Панаму Где встретился с опытным Касимом Оума Рваны темп боя и давление у Ганса не давали Геннадию раскрыться Геннадий пытался перерубить соперника Поковые сейчас включают Делает паузу, а Оума выбрасывает серию и попадает Вот Геннадий опять начал суетиться Претендент вцепился в свой шанс Работает очень легко А Геннадий уже какой-то ресурс психический И все же Трипл-Дж оказался прочнее Упрямо, упрямо идет в ближний бой Геннадий И в 10 раунде Оуму спас судья После второй успешной защиты Геннадий задумался о других титулах Впрочем, ему пошла навстречу лишь минорная версия IBO Пояс которой разыгрывался в бою против Ла Хуана Саймона Пара точных кроссов Преимущество И еще раз И левый сбоку Победа в первом раунде Быстрая расправа ждала Макота Фучигами Головкин привлек внимание американских медиагигантов И должен был дебютировать на канале HBO Против непобежденного русского нокаутера Дмитрия Пирога Но тот травмировал спину и впоследствии завершил карьеру Его заменил более скромный Гжегаш Прокса С впечатляющим рекордом 28 к 1 Поляк осторожничал Много двигался и бросал левую на сближении Головкин догнал его в углу Рукса восстановился и даже стал смелее Это привело к еще одному падению После третьего нокдауна вмешался рефери Головкин заявил о себе американской публике А через месяц без боя стал полноценным чемпионом мира Дэнни Гилл, отобравший пояс у штурма Отказался встречаться с казахом Геннадий овладел титулом Но оказался в ситуации Когда лидеры веса не хотели с ним драться Как и многие выходцы из стран СНГ Он был опасным и неприбыльным соперником Не испугался Головкина молодой Габриэль Рассаду Но одной храбрости оказалось мало Американец не мог достать Трипл-Джи Зато сам постоянно пропускал Чемпион проводил бой расчетливее, чем раньше Избегал разменов И наращивал темп постепенно В седьмом раунде угол окровавленного боксера выбросил полотенце Затем Головкин поехал в Монте-Карло Чтобы подзаработать и побить крепкого японца Набухиру Ишиду Трипл-Джи показал прогресс в защите И со второго раунда начал методично разбирать соперника Правый хук И японец в глухом нокауте Это его единственное досрочное поражение Та же участь постигла Мэтью Маклина Британец уже был близок к титулу, но спорно проиграл штурму Головкин победил максимально убедительно Точный удар по печени принес не только очередной роскошный нокаут Но отбил желание звездных чемпионов с ним встречаться 31-летний Геннадий, кажется, вышел на свой пик Он мечтал подраться с линейным чемпионом веса Серхио Мартиносом Но аргентинец предпочел бой с суперзвездой Мигелем Котто и проиграл В то же время чемпион на категорию выше, до 76 килограммов, Карл Фротч, был готов принять вызов И тут уже Головкин не стал покидать родной вес для встречи с более габаритными соперниками Он так и останется в категории до 72 килограммов, не подарив фанатам поединки мечты Сандры Уордом и Сергеем Ковалевым Но пока Головкина ждала встреча с Кертисом Стивенсом, хотя даже сам Казах ничего не знал о своем оппоненте Я знаю только, что есть боксер по имени Кертис Стивенс, а кто он такой, в каком стиле боксирует, мне пока неизвестно Я его даже визуально еще не видел Претендент с рекордом 25 к 3 в ответ прошелся по Головкину Пообещал раздавить и обезглавить Геннадия, заявил, что выйдет на ринг веселиться Трипл Джи сразу дал понять, веселее не будет Но после не форсировал события Он спокойно гонял соперника джебом, расстреливал корпус Обходил блок Геннадий словно хотел наказать американца за неосторожные слова Порой заигрывался, но уверенно шел к победе После восьмого раунда, когда Стивенс съел почти 300 ударов, угол снял его с боя Пришлось повозиться и со Суману Адамой Головкин уронил его уже в первом раунде Но Ганец поднялся и дал упорный бой Однако разница в классе ощущалась, и вскоре он снова оказался на полу Третий нокдаун вышел легким Но четвертого рефери не допустил Наконец Головкин добился поединка с Дэниэлем Гиллом Австралиец еще недавно владел двумя поясами Прервал безумную серию из 12 защит титула Феликса Штурма И представлял серьезную угрозу на бумаге Его рекорд из 30 побед был омрачен лишь двумя поражениями раздельными решениями Впрочем, Геннадий уже побеждал Гила в любителях И на профи ринге тот не преподнес сюрпризов Он сразу пропустил справа Путался в ногах Задерживался у канатов Нокдаун не заставил ждать Гилл пытался отбиваться Но Трипл Джи был явно ему не по зубам Замедленный повтор продемонстрировал разницу в ударной мощи Приняв лучшую атаку австралийца Головкин ответил своей Юбилейная 30 победа открыла Головкину путь к первому объединительному бою Он встретился с мексиканским ветераном Марко Антонио Рубио Который владел временным поясом WBC Соперник поплыл после апперкота И вскоре оказался на полу Головкин пробил передней рукой под нестандартным углом в лоб соперника Еще раз подтвердив свою аномальную мощь обеих рук Временный пояс теоретически значил, что Геннадий встретится с полноценным чемпионом Звездным и не менее мастеровитым Мигелем Котто Но денежный боксер снова оказался недосягаем Головкин защитит временный титул 4 раза Первым на очереди стоял Мартин Мюррей с рекордом 29 к 1 Британец перекрывался и клинчевал Работал по корпусу и все время двигался Он старался не давать трипл-джи боксировать Геннадий врывался в его оборону, выискивая момент для точного удара Такой нашелся в четвертом раунде И еще раз Мюррей устоял, но бой превратился в избиение Британец снова упал в конце 10 раунда А в 11-м Головкин закончил начатое На очереди был молодой левша Уилли Монро И снова соперник ничего не смог противопоставить Американец ловил все, что выбрасывал Головкин Отвечая своими ударами, которые не несли никакой опасности Геннадий даже признался, что специально пропускал, чтобы устроить биг-драма шоу После чего трижды отправил оппонента на пол И Монро решил прекратить Еще перед боем Головкин отметил, что не желает скучных боев, а хочет радовать зрителей Но его биг-драма шоу не хватало накала Шутили, что Мэрилин Монро показала бы больше, чем Уилли Однако Геннадий не стоял на месте Он договорился о поединке с новым чемпионом IBF Давидом Лемье Головкин столкнулся с грозным панчером, но средним боксером Он контролировал канадца джебом И спокойно уходил от атак Лемье не мог найти свою дистанцию На дальней трипл-джи его расстреливал А ближний сбегал Также успешно срывал начало атак и не давал передышек Лучшие атаки Лемье летели в молоко А Головкин, как всегда, прибавлял по ходу боя Канадец опустился на колено И чемпиона опасно зарядил в голову Судья простил Давида шатало от ударов И в восьмом раунде Головкин забил его у канатов Встречу организовал промоутер Лемье Оскар де Лахоя Впервые Геннадий вышел на рынок платных трансляций Пей-пер-вью, но скромные продажи и односторонняя победа Головкина Убедили Оскара Время для боя с Альваресом еще не пришло У чемпиона был обязательный претендент Непобежденный Доминик Уэйт Трипл-Джи затратил на него два раунда Вскоре Головкин без боя завладел полноценным титулом WBC На этот раз благодаря тактическому отступлению Сауля Альвареса Геннадий вел переговоры о бое с Крисом Юбанком Параллельно на две категории ниже Кел Брук договаривался о встрече с Джесси Варгасом Оба поединка сорвались И британский чемпион неожиданно поднялся на две ступени вверх Для встречи с Головкиным Непобежденный боксер с рекордом 36 к 0 должен был испытать дарование степей Брук не уступал в скорости И начал осторожно Головкин желал рубиться, донося тяжелые удары Брук принял размен И перешел в наступление Геннадий вернул инициативу Но задавить британца было непросто Он тоже умел бить Но все же тоннаж ударов был несопоставим Трипл Джи сломал британцу глазницу и начал доминировать В пятом раунде угол Брука выбросил полотенца Любопытный факт Головкин сломал британцу правую глазницу В следующем бою Эрл Спен сломает ему левую, когда Брук вернется в родной вес После победы Трипл Джи даже подозревали в махинациях с набивкой перчаток Так легко он разбивал лица соперников Никаких доказательств не нашлось Геннадий установил уникальный рекорд 23 победы подряд нокаутом в среднем весе Никто с 2008 года до 2016 не смог продержаться с ним до решения Количество защит его титулов равнялось 17 и вплотную приблизилось к рекорду Хопкинса Головкину исполнилось 35 лет и его репутация нокаутера дала трещину В марте 17 он вышел на объединительный бой против чемпиона WBA Дэниэля Джейкобса После единственного поражения Дмитрию Пирогу американец переборол рак костей Серьезно прибавил в навыках и набрал серию из 12 побед, включая 4 защиты своего титула Головкин вернулся к более осторожному боксу и выжидал момент для удара Он работал однообразно, гоняясь за головой Джейкобс грамотно защищался и отвечал быстрыми контратаками Все же в четвертом раунде Трипл Джи его достал Геннадий забирал бой Однако к шестому раунду начал уставать Джейкобс выигрывал эпизоды Головкину пришлось проявить не только навыки, но и характер, чтобы не отдать вторую половину поединка Геннадий выиграл, но близким решением судей Именно в этот момент Альварес согласился принять с ним бой Долгожданная встреча двух лучших средневесов состоялась в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе Букмекеры видели небольшим фаворитом Головкина Трипл Джи работал первым номером, забрасывая мексиканца джебами И подключая правую Альварес, отказавшись принимать открытый бой, отлично работал корпусом Двигался больше обычного и гасил лучшие удары Геннадия В ответ отправлял тяжелые контратаки К экватору Головкин продолжал наступать и нащупал голову Альвареса Оба бойца замедлились на ногах и бой стал откровением Это было на руку Геннадию Но он продолжал нарываться на контратаки А у Альвареса оставались силы, чтобы рубиться до последнего раунда И хотя Геннадий превзошел Сауля по ударам Судьи зафиксировали ничью Я хотел бой в мексиканском стиле на ближней дистанции Я хотел показать биг драма шоу И это не очень получилось сделать Это не моя вина, я прессинговал в каждом раунде Я хотел сделать людям подарок, но это не моя проблема Я не проиграл, я все еще чемпион Реванш планировали через полгода Но Альварес выбыл из-за проблем с запрещенными веществами Головкин размялся на Ванессе Мартиросяне Некогда перспективном боксере, давно растерявшем прыть Спустя год, в сентябре 18-го, боксеры встретились вновь В реванше они поменялись местами Альварес стал агрессором А Геннадий включил ноги и пытался переиграть мексиканца Сауль ловил на ошибках и пытался замедлить ударами по корпусу Если в первой половине боя Головкин попадал чаще То после тактика Сауля дала плоды Бой снова превратился в рубку, где ни один из бойцов не хотел уступать На этот раз судьи отдали победу Альваресу И хотя результат снова вызывал споры, бой стал переломным для обоих боксеров Никто больше не мог составить серьезной конкуренции мексиканцу Который продолжил собирать чемпионские титулы в разных весовых категориях А карьера Головкина на его фоне будто потерялась Он уволил Абеля Санчеса в пользу Джонатана Бэнкса, бывшего тренера Кличко Судился со старым менеджером и заключил контракт с Дезоун Вернувшись на ринг в июне 19-го, Головкин быстро разобрался со Стивом Роллсом Близким решением победил Сергей Деревянченко Снова вернул пару вакантных поясов и заставил сдаться Камиле Шеремету в декабре 20-го Вот, пожалуйста Стоит отметить, что никто из этих оппонентов не мог похвастаться какими-то регалиями в профессионалах Очевидно, по длинной карьере Головкина ударили многие проблемы современного бокса Осторожность звезд, титульная чехарда, зависимость от телевидения Он годами не оставлял шансов крепким, но не всегда первой величины соперникам Не поднимался в весе, где были доминирующие чемпионы, как Карл Фротч, Андре Уорд и Ковалев А главный бой жизни, пусть и крайне спорно, но проиграл Тем не менее, он, несомненно, является одним из главных нокаутеров 21-го века И входит в число лучших средневесов в истории бокса К тому же Геннадия ждет бой против чемпиона WBA Риоты Мураты Это четвертый поединок из шести по контракту с Дезоун Головкин хочет остаться в боксе и думает о новом объединении поясов И хочется верить, его новый титульный забег окажется ярче прежнего Умеют, умеют, но вот этот требует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok